Здравствуйте, дорогие друзья! Обобщение об основанной части претензий, которые предъявляются к российской государственности все вот уже 37 лет эпохи национального предательства, выявляет два ее фундаментальных порока – функциональный и управленческий. Функциональный порок российской государственности определен самой функцией этой государственности, созданной еще в недрах Советского Союза в 1990 году. Для как можно предположить, это гипотеза, но я имею право ее высказывать, потому что, что называется, я это видел своими глазами. Так вот, созданная еще в недрах Советского Союза в 1990 году для разграбления советского наследства, первое, второе – вывоза награбленного фешенебельной страны, и третье – легализация там в качестве личных богатств, эта государственность органически несовместима с созиданием как такового. Поэтому она допускает созидание исключительно под угрозой самому своему существованию. В полгода премьерство Примакова после дефолта 1998 года в гомеопатических масштабах, в премьерство Мишустина, когда мы увидели сначала коронависие, а потом специальную военную операцию, это допускается уже в более широких, но все равно кусочно разрывных формах, все равно в порядке исключения. Сугубо управленческий порог нынешней государственности обнажен боевыми действиями. Стратегия Первой мировой войны – прогрызание в лоб заранее подготовленных укрепрайонов, насколько можно судить, доминирует просто потому, что стратегия Второй мировой войны – прорывы и маневренные обходы – требует, по-видимому, недостижимого для этого типа государственности качества управления. Ведь гибко управлять уходящими в прорыв войсками и захватываемыми территориями для фиктивных менеджеров, выросших в логике разграбления советского наследства, как можно предположить, непостижимо сложно. Правящая тусовка избрала в качестве социального идеала, если верить никем за долгие годы не опровергавшимся ссылкам на советника президента по цифровизации, действительно, в качестве социального идеала выбрана Россия времен Николая Второго. Проблема той России – фатальная несовместимость архаичной, феодальной, по сути, системы управления и сословной организации общества с объективными потребностями индустриальной эпохи. Индустриальная эпоха кончилась. Информационная эпоха кончилась, началась и кончилась, не заметили. Сейчас у нас постинформационная эпоха. И сегодня мы видим архаизацию системы управления, которая ради достижения своей ключевой, феодальной, а то и ранней феодальной, по сути дела, функции грабежа перестраивается, по выражению многолетнего советника президента и академика РАН Сергея Юрьевича Глазьева, в блатной феодализм. Перестраивается не в силу чьей-то порочности, а по объективной причине приведения формы управленческой системы в соответствии с решаемой ею функциональной задачей. Архаизированная система блатного феодализма, не соответствует сложности постиндустриальной эпохи, как минимум не в меньшей степени, чем система самодержавного феодализма не соответствует сложности эпохи индустриальной. Качественно важна и разница направлений движения. Феодализм Николая II пытался, неудачно, но хотя бы пытался, развиваться вместе с индустриальными странами, ну просто необратимо отставая от них. Но фиктивный феодализм его нынешних поклонников, архаизируясь, откровенно и сознательно идет в прямо противоположном направлении. На самом деле в этом есть несознаваемая его адептами правота. Поскольку с перелома 67-75-го годов, о котором я писал достаточно много, прежде всего в цивилизации людоедов, человечество движется по регрессивной ветве спирали развития, ну, спираль, она есть прогрессивная часть спирали, когда спираль идет наверх, потом регрессивная, когда спираль возвращается назад, но не до конца, а потом опять идет наверх. Так вот, с 67-75-го годов, когда произошел большой разворот, человечество движется по регрессивной ветве спирали развития, деградирует. И в этих условиях сознательная архаизация, увы, является движением по течению истории, а не против нее. В общем случае, соответствующая объективным потребностям истории. Но я хочу подчеркнуть только в общем случае. В конкретном случае участие в глобальной конкуренции, а конкуренция ведется на уничтожение, опережающая социальная архаизация смертельно опасна, потому что примитивизация системы управления делает ее невосприимчивой к объективным потребностям времени, не способной реагировать даже на простейшие информационные импульсы, вроде конструктивной критики. Даже, точнее, особенно, когда она идет прямо с линии фронта. Доведение до самоубийства военкора и сержанта российской армии Андрея Морозова – это просто классический пример. Причем доведение до самоубийства не расследуется, насколько я могу судить. И вот этой системе управления предстоят суровые испытания. Реально суровые испытания. Ей предстоит мучительный выход из колониальной логики и хотя бы оценка целесообразности, как они говорят, надежного и бесперебойного, с гордостью говорят, сырьевого обеспечения ее же собственных убийц. В целом, перед Россией вновь, как во времена агонии империи Романовых, стоит задача комплексной всеобъемлющей модернизации. Любым путем и любой ценой. Альтернативой является уничтожение самой русской цивилизации. Не обещайтесь. И не обращайтесь, дорогие друзья. Счастливо. Счастливо.